Дорогие друзья, привет вам из студии Саши Золотухина. Спасибо тебе огромное, я тебя еще в конце приглашу сюда в кадр. А пока я, воспользовавшись Сашиным гостеприимством, хочу выпустить новостной ролик. Вот у всех уважающих себя блогеров, там у Жени Ройзманова, у Тёмы Лебедева, да? Наверняка у многих других есть такой формат, как сводка, да? Оперативная сводка каких-то событий. Вот, я хочу опробовать этот формат. Я не знаю, будет ли он постоянный у нас или нет, но накопилось такое количество информации, что уже невозможно ее как бы покидать там по каким-то соцсетям, надо всю ее аккуратно, пункт за пунктом на вас вывалить. Итак, номер один. Не могу не похвастаться физкультурными достижениями. У нас маткульт-привет, но сейчас будет физкульт-привет. Итак, во-первых, мы с Сашей Тонисом, моим другом, старинным одноклассником при 57-й школе, заняли второе-третье место на ветеранской категории в рогене четырехчасового формата. А что такое четырехчасовой формат? И вообще, что такое рогейн? Ну, четырехчасовой формат, это понятно, что такое. Это значит, что мы четыре часа бегаем. А рогейн, это когда расставлены пункты, вот так вот на земле расставлены пункты, которые надо снимать, каждый пункт сколько это стоит. Те, которые далеко от старта стоят дороже, те, которые поближе, значит, стоят дешевле. Цель за четыре часа набрать как можно больше баллов. Если вдруг так вышло, что два спортсмена набрали одинаковое количество баллов, то уже по времени кто кого обогнал. Но если, например, один набрал 231 балл и пришел через три часа и час, дурку валял, не потратил этот час, а другой набрал 232 балла и пришел через три пятьдесят девять, он все равно, вот этот второй обгонит этого первого. То есть строго. Вот первое это по баллам. Лексикографическое порядочное. Первое по баллам, второе по времени путешествия. Ну и вот, значит, я Сашке говорю, слушай, давай тряхнем стариной. Четыре часа для меня формат хороший, для тебя плохой. Ну, он гораздо круче меня, он там чемпион России многократный, там, экс-чемпион. В общем, он рогейнер великий, но он рогейнер именно на 24 часа. А на четыре, соответственно, он не любит, он не умеет очень быстро бегать. А я, наоборот, слишком долго я устаю. Ну и вот мы пошли, как бы мы с ним вместе с такой, сгруппировались вместе, наложили план на карту. План был выполнен суперматематически. И вот планом, пожалуй, я могу гордиться. То есть план у нас был очень оптимальный. Мы заняли пятое-шеестое в общем зачете среди там ста с лишним человек. И второе-третье в ветеранском забеге. Подготовившись к нему, переходим ко второму пункту. Подготовившись таким образом в спортивном режиме. В воскресенье, я не знаю, когда выйдет этот ролик, поэтому не говорю слово «вчера», а говорю в воскресенье 4 октября в честь дня рождения, значит, месяца с рождения Надежды и дня рождения Юры, которому исполнилось 6 лет, я пробежал полумарафон за рекордное для себя время. 1 час 51 минута 43 секунды со средней скоростью 11.33 километра в час. Иными словами, больше 11 километров в час. Что на такой дистанции никогда не получалось у меня делать до этого. Вот, ну вот секрет, наверное, в том, что за неделю до этого был рогейн, и это очень сильно потренировало мышцы. А за два дня я сделал три ускорения. Три ускорения по километру, и, видимо, это тоже могло повлиять. Так, ну, наверное, хватит хвастаться своими достижениями. Надо похвастаться достижениями Родины. Правильно, Саш? Давай похвастаемся достижениями Родины. Второе место на Международной Математической Олимпиаде 2020. Вот оно. Китай, Россия, США. Первые три страны. Ну, Китай нас очень сильно обогнал на 30 очков. А мы США обогнали всего на 2. И дальше тоже все подряд идут. То есть, на самом деле, нам сильно повезло. Мы могли занять и второе, третье, четвертое, пятое. Ну, это просто как лежат карты. Но заняли второе. Значит, имена героев должны быть названы вслух. Данила Демин из Сочи, Алексей Львов из Новосибирска, Иван Гайдай Турлов. Тут не написано, откуда. А, наверное, из Москвы, потому что следующий Антон Садовничий, между прочим, внук ректора. Да, да, натурально, да. Вот, из Москвы. Данил Сибгатуллин из Москвы и Казани. То есть, он написал себе два города. И Максим Туревский из Петербурга. Вот, значит, наши герои, которых каждый должен знать в лицо. И фамилии тоже должны вы знать. Это ребята, принесшие нам серебро. Уже второй раз за три года. В том году у нас было шестое место. До этого тоже второе. Ну, я был бы просто исключительный свиньей, если бы не назвал имя тренера, который этот успех обеспечил. А зовут его Кирилл Сухов, а помощник его Владимир Брагин. Я обоих хорошо знаю. Вот. Ну, вы посмотрите, там на хабре есть описание и задачки. Задачки очень хорошие, красивые. Буквально все. Ну, там одна не очень в моем духе, но не буду даже называть какая. Остальные пять очень мне нравятся. Думаю, что если бы мне дали по два часа на каждую, то я бы решил, наверное, четыре из шести. Ну, вот так приблизительно, мне кажется. Но по полтора часа на каждую я не успеваю. У меня, ну, как бы ржавеют уже шестеренки. Понятно, что как бы со скоростью сборников решать невозможно. Но я бы никуда не вошел. Я бы не получил нормальное. Может, бронзу получил бы и то. Не наверняка. Задачи сложные, красивые, классные. Вообще, у меня даже была идея. Может быть, мы ее воплотим в жизнь. Разобрать всеми блогерами. Там каждому блогеру по задаче раздать. Там шесть знаменитых блогеров взять. Но немножко жалко, что уже все разобрал один гениальный Дима Белов. Ну, посмотрим. А может, все равно сделаем такой фильмец. В общем, это пока я не буду обещать. Так. Реклама. Новости друзей. Первое. Кружок МФТИ. СМ по ссылке. Пожалуйста, приходите туда. Он онлайн. Поэтому по всей стране. Везде всех приглашаю. Кружок МФТИ. Дальше. Пять вебинаров по нашему президентскому гранту, который получили дети и наука. Пять вебинаров пройдут. Даты указаны 1-й 12 октября. Второй, по-моему, 19 октября. Ну и дальше там какая-то не очень регулярная будет. Пять вебинаров. В ссылке указано, когда именно они будут происходить к этому видео. На каждом из них я появлюсь и полчаса буду вебинарить. Потом полчаса будет Ирочка Афанасьева. Мы будем, значит, рассказывать, ну вот эти 11 по 20 уроки. Примерное содержание. И готовить учителей к тому, чтобы они по ним работали. Вот. А регистрируйтесь, пожалуйста, на эти семинары. Запись будет оставлена, если вдруг вы, например, ночью их застанете, как на Камчатке. Запись будет оставлена, вы ее потом посмотрите. Кроме того, для того, чтобы собрать просмотры, необходимые по президентскому гранту, нам нужно собрать 100 тысяч просмотров. Уж я открою картой, что это абсолютно обязательное условие президентского гранта. Суммарно 100 тысяч просмотров на ролики с 11 по 20. Для того, чтобы пригласить людей просматривать ролики, я сподвигся на языковые ролики в количестве около 10 штук. Я наговорил на разных языках приглашение смотреть эти ролики. Сами по себе эти ролики, которые я наговорил на разных языках, оказались довольно прикольными. И я вас тоже приглашаю их смотреть. Ну и с 11 по 20 тоже, конечно, смотреть. Так, следующее объявление касается меня. А именно, кто хочет получить книгу с надписью дарственной, или просто с моей подписью Асав, или по желаниям удачи. Кто хочет у нас купить книгу, не скачать ее в интернете, что можно сделать бесплатно, прямо с моего сайта. И не купить в магазине, что можно сделать, забежав в любой книжный магазин, где она лежит, или там на какие-нибудь, читай, города, интернет, там куда-нибудь. А просто взять вот лично, вот у меня, да, купить у нас, да, книгу с моей подписью. Это не возбраняется, но теперь я уже не успеваю этим заниматься, поэтому я все это передал Ване Селиванову, моему верному помощнику. Для того, чтобы такую книгу с подписью заказать, надо заполнить форму. Деньги вперед не берем, между прочим. Мы вам верим, что нас никто не обманет. Заполняете форму, получаете книгу, а потом переводите деньги. Мои читатели, люди честные, я в это верю. Вот, ну и наконец, последнее объявление касается меня, касающееся меня. Потом еще будет два еще объявления от друзей. Ну, одно из них, ну, как бы, на самом деле они тоже касаются меня. Короче, новая рубрика уже начала выходить на канале, но вы, наверное, видели. Называется «Постигаем математику с Саватеевым». Скоро она перейдет в рубрику «Объясняют математику Саватееву», где придет Сережа Горчинский, замдиректора стекловки. И такое она говорит, что у меня глаза на лоб полезут. И у вас тем более. Ой, простите. Может быть, у некоторых не тем более. Ну и, наконец, последние две новости из этого выпуска. Школково. Школково – это отличная контора Максима Олеговича Коваля и его друзей. И я снова к ней присоединяюсь. Я буду делать... Я пока не знаю, если честно, что я там буду делать, но я знаю, когда. Я буду это делать по средам в 17.30. Вот. Ну, может, 19-ю ЕГЭшную, а может быть, какую-нибудь даже высокую математику, типа Ставровка в математике. Может, какие-нибудь олимпиадные задачи разберем. Ну, в общем, я буду с вами в Школково. Так что записывайтесь к Максиму, приходите. Это не каждую среду будет. Это будет тогда, когда я буду в Москве. Ну, вот, например, 7 октября это будет. А дальше уже по ситуации будем смотреть, там, с какими-то перерывами. Ну, а завершить рекламный выпуск, такой вот новостной выпуск, я хочу тем, чтобы вам всем рекомендовать Сашу Золотухина, который является... Да, заходи сюда. Заходи сюда. Вот, да. Саша ведет физику, понимаете? Вот физики я ни хрена не знаю. Я в этом полный ноль. Хотя у меня в 57-мой школе была пятерка, я шикарно сдал, я подготовился. Тогда я ее хорошо знал, понимаешь? Ну, забывается. Забыл нахрен все. Почему так получается, что математика не забывается, а физика забывается? Ну, с чем работаешь, что... Тогда именно из-за этого, да? Да. Мне кажется, да. Ну, вот, наверное, да. В общем, я как бы, я очень сожалею, что я сам физику не знаю, но есть человек, который знает ее. Приходите, у него, значит, есть, называется... Эбонит. Я не произнес неприличное слово. Эбонит, понимаете, да? Палочка такая эбонитовая берешь, там ею как... Вот, короче, вот это мое последнее объявление, что у Саши есть контора. Записывайтесь к нему и занимайтесь с ним физикой. Готовим к ЕГЭ именно, да. Может, кто-то просто вам физику хочет в студии. Мы вот именно к ЕГЭшечке готовим, так что... Ну, на самом деле, сейчас Саша мне вот дал задачу, я решал. Ну, как бы, задача как задача. То есть, то, что она связана с ЕГЭ, по ней, ну, как бы, понять по ней нельзя. Нормальная задача про блоки, да. То есть, я как бы, здесь, да. Если им нужно в институте, там, первый курс, второй. А, я понял. Нет, школьная, 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 да. Школьная физика, да. Очень, вот, очень такая интересная, увлекательная школьная физика. Вот так. Спасибо, спасибо, Саша, за... Пожалуйста. То, что приютил. Вот. Спасибо всем, что дождались конца этого длинного новостного ролика. Спасибо. Спасибо.